Выдавал здесь, выписывал медали, которые вышли из Афганистана. Пришел майор, десантник, а я очки не пользуюсь, значит, и шел. Он говорит, что же, пилочок дам. И он меня спросил, сколько. Я говорю, ну как? Он говорит, ну, наверное, я его старше лет на пять. Я говорю, а вам сколько? А мне 55, а это мотора выходит, мне 60 вместо 90, да? Александр Тарасов показывает свои фотографии прошлых лет. Шутит, что на них его легко найти. По волосам. В 92 года их не тронула седина. Александр Сергеевич говорит, что это благодаря природе. Однако физической активности ему не занимать. Будущий полковник родился в Сибири, в Омской области. У него было три брата и три сестры. В 17 лет ушел на фронт, где служил во 2-й гвардейской танковой дивизии. Александр рассказал, что уже там к нему присматривались сотрудники разведывательных служб. Отличные показатели по боевой и учебной подготовке сыграли важную роль. Через некоторое время мужчину перевели в одну из секретных служб страны. Долгое время он провел в Германии, выезжая в редки отпуска. В один из таких он встретил свою будущую жену. Когда я поехал в отпуск, это уже когда служил у них и вышел на станцию, как она, в Москве. Как садится? Прогуливался долго, поезд ждал. И стоит девушка. Я подошел и говорю, вообще-то мне нравится. Она говорит, вы тоже, как смотрите, в Германию и там будет все необходимое. С удовольствием. Расписалась молодая пара в Рязани. В скором времени у них родилась дочь. А вот со службой все было не так гладко. Структуры постоянно переименовывались, разделялись и менялись обязанности. Так Александр стал работником органов внутренних дел, где и прослужил до пенсии. Однако ветеран до сих пор консультирует молодых сотрудников и передает им свои знания. Вся стена Совета ветеранов увешана фотографиями, где он выступает в институтах и органах внутренних дел. И, конечно же, наград за долгую службу у Александра появилось немало. Существует и самое главное. Главное это, я считаю, награды, это в прошлом году, в марте месяце, когда мне вручали, значит, тоже орден. Вот из чистого серебра. Такой орден. Одному только мне. Сейчас Александр продолжает выступать на съездах сотрудников МВД, а также перед школьниками и будущими сотрудниками полиции. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город. Спасибо.